Три с половиной часа и вы уже знаете о космических местах Самары намного больше. Для жителей города в честь 60-летия первого полета человека в космос устроили бесплатные автобусные экскурсии. Их организовали в рамках реализации проекта «Гостеприимный горожанин». Возраст разный. Вчера, например, у нас были экскурсантки, которые прекрасно помнят день 12 апреля 1961 года. Это было очень ценно. Они рассказали о своих впечатлениях, поделились воспоминаниями с молодыми горожанами. Такие экскурсии, конечно, очень ценно, чтобы молодежь знакомилась с историей и нашего города, и страны. И не говорили, что в Самаре нечего смотреть. У нас есть, что посмотреть. Нам есть чем похвалиться и чем гордиться. Всего пять локаций для посещения. Одна из них – площадь Дмитрия Козлова. Здесь находится музей «Самара Космическая». Ее фасад украшает настоящая ракета «Союз» высотой 55 метров. Также к юбилею здесь организовали и космические инсталляции. Экскурсионная группа посетила также парк Гагарина, университет имени Сергея Королева, площадь Славы и сквер первых космонавтов, о котором жители города знают не так много. «Несмотря на то, что мы живем в этом городе, мы многие вещи какие-то не знаем. И поэтому сегодня по крупицам восполнили какие-то белые пятна». «Сквер космонавтов. То есть, сколько раз проезжали, проходили, внимания никогда не обращали. Но здесь еще заслуга экскурсовода. Очень интересно, красочно все преподносено». Автобусные экскурсии «Мы покоряем космос» длятся три дня. Сегодня участие приняли 40 самарцев. Так, горожане узнают о вкладе Самары в развитие аэрокосмического кластера, освежают в памяти информацию о монументах, посвященных покорителям неземных пространств. Мэри Илчан, Сергей Баскин, События.